Детский сад Детского городского округа, представители территориального управления Одинцова и руководитель местного отделения партии «Единая Россия». Особое внимание уделили удобству подходов к детским площадкам. Для безбарьерного доступа туда мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья объекты должны быть плавно сопряжены с тротуарами. В ходе инспекции также проверили качество содержания площадок, наличие ограждений и систем видеонаблюдения. Видеонаблюдение рабочее, оно подключено также по нововведению к безопасному региону и постоянно работает. То есть в настоящее время за нами тоже наблюдают. Следующий адрес – детская площадка у домов 113, 115, 117 по Можайскому шоссе. Игровая зона пользуется популярностью. Мамы катают малышей на каруселях, ребята постарше облюбовали горки и лазилки. Рабочие аккуратно, чтобы не повредить резиновое покрытие площадки, убирают снег специальными пластиковыми лопатами. Мы видим, что достаточно сложные были такие снежные дни у нас и морозные дни, но наши площадки в хорошем состоянии. Поэтому мы лишь отсматриваем те элементы или какие-то пожелания наших жителей, но сейчас пока все довольны. Поэтому я думаю, что в целом оценка хорошо. Заключительный адрес – Можайское шоссе, 165. У проверяющих также нет замечаний к содержанию игровой зоны. Проверки всех детских площадок по поручению главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова проведут до 1 февраля. Недочеты, касающиеся подходов к игровым зонам, в дальнейшем исправят. А на площадках, которые появятся в этом году, сразу будет создана доступная безбарьерная среда. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.